Переписчик полевого уровня Инесса Шишкина во всероссийской переписи населения принимает участие не в первый раз. В 2010-м она уже ходила по домам и опрашивала жителей Самары. Девушка признается, участвовать в таком историческом событии ей нравится. Она любит общаться с людьми. В этом году, признается Инесса, работать намного легче. В сумке только планшет, два пауэрбанка и несколько распечатанных анкет, на всякий случай. А весь процесс переписи стал намного быстрее и удобнее. Портфель стал легче, это во-первых. Во-вторых, стал планшет, это намного удобнее. Нежели чтобы ты ходила с переписными листами и как бы больше времени уходила на перепись. Сейчас более удобно стало. В среднем переписчик в день обходит от 30 до 60 человек. Все данные он заносит в планшет и в конце смены отправляет в Росстат. Также переписчик проверяет тех, кто прошел перепись самостоятельно. Жители предъявляют QR-код, который сканируется через планшет. Тем самым статус переписного листа обновляется и только тогда перепись засчитывается. Это важно для нашей страны, нужны нам эти данные для того, чтобы в дальнейшем можно проанализировать состояние жилых домов. То есть сколько у нас населения и так далее, какое у нас образование. Принять участие в переписи населения можно до 14 ноября. Переписаться можно самостоятельно на портале госуслуг, на стационарном участке, либо с помощью переписчика. Никита Колосов, Константин Головин. События. Принять участие. Принять участие. Принять участие. Принять участие. Принять участие. Продолжение следует...